Как знают постоянные зрители этого канала, ну не особенно я люблю моды, но конкретно этот дважды был на стримах и по нему поступает куча вопросов, поэтому давайте запилим небольшой гайдик по моду Extended Winter Features. Гиде взять! Наилучший способ пойти на Nexus Mod и скачать оттуда. Но там всё на непонятном иностранном языке и регистрироваться надо. В таких случаях я обычно рекомендую Fomots или Playground, но увы не в этот раз. На наших сайтах лежит версия устаревшая. Поэтому берём себя в руки, идём на Nexus и регаемся там. Нажимаем регистр, вводим сюда почту. На почту приходит код. Вводим его в поле для подтверждения. Придумываем уникальный логин, что не так-то просто, так как сайт с мировой популярностью и юзеров много. Ну, теперь, естественно, пароль придумываем. Нижнюю галочку ставите обязательно, она означает согласие с правилами ресурса, а верхнюю по желанию. Это возможность получать новости на почту. Криатиму аккаунт. Welcome to a Nexus Mod Amazing 47 миллионов плюс коммунитив. Тут что-то прям страшное. Выберите тарифный план между дорого и очень дорого. Платить предлагают даже не в долларах или евро, а в фунтах. Не волнуйтесь, нам это не потребуется. В правом верхнем углу нажимаем на клозет. Welcome back. Тут нам напоминают, что мы жлоб с бесплатным аккаунтом. Испытывая угрызение совести, жмем на home в верхнем левом углу. Ну, вот мы и на главной странице Nexus. Этот сайт сейчас главный ресурс, на котором лежат моды ко всем играм со всего мира. В поиски вбиваем у Сумерцарь дофига всего, в том числе и нужный нам мод. Ссылку я в закрепленном комменте оставлю, так что не пальтесь. Я напоминаю, что к большинству модов идет описание, что нужно для его работы, как установить, с чем он совместим и так далее. Все это на английском, но в хроме есть автоперевод, в яндексе тоже. А если ваш браузер переводить не умеет, то открываем гугл переводчик, скидываем в него ссылку и переходим по переведенной ссылке. Обратите внимание на раздел с рекомендованными модами от Nexus. Тут есть два названия, Frych API и Modloader. Ну, с Modloader мы знакомы, я по нему гайд уже делал. Кстати, мод работает только в обычной версии, а в Pro не будет работать. А Frych API это, собственно, не мод, а используемая некоторыми модами библиотека. Она устанавливается точно так же, как и любой другой мод. Ну, давайте уже скачаем. Сверху справа, Download Manual, жмем. Нам еще раз напоминают про Frych и Modloader. Жмем Download. Ну и дальше две кнопки, скачать быстро и скачать медленно. Аккаунт у нас фришный, поэтому качать будем медленно. Придется 5 секунд подождать. Загрузка начнется автоматически, собственно, уже началась. Но если нет, нажмите на клик хере. Далее все элементарно, распаковать архив в любую папку, это можно сделать винраром или смз. И закинуть дл файл в папку mods, которую Modloader создал, когда мы его ставили. Если не ставили, то смотрите гайд и ставьте. Frych API устанавливается точно так же. Ну, а теперь обратимся к самому моду. Как ясно из названия, он добавляет в игру зиму, но это не все. Начнем с его настроек. Чтобы включить или выключить этот мод, как и любой другой, нажимаем на i. И тут единственное поле для отключения мода. Нажимаем, красным горит, значит мод отключен. Еще раз нажали, включился. Так как мод глобальный и в том числе изменяет стартовое меню, для корректного применения отключения или включения потребуется перезапустить игру. Еще есть кнопка Full Info, тут можно глянуть версию мода и больше ничего интересного нет. Вернемся в зад. Пункт первый. Включает замерзание стекол у машин, которые можно водить. То есть у сацумы, фургона, говновоза, трактора, русского и ферндейла. Комбайна это не касается. Второй пункт. Ночной туман. По ночам в игре будет туманно, и это еще сильнее ухудшит обзор, который и так в темноте не очень. Третье. Машины будут дольше заводиться. Ну, типа зима же, мороз. Четвертый пункт. Сделать вождение более нестабильным. Это имитация пробуксовки, скольжения и всего такого. Заносы станут обычным делом и гонять не получится. Пятый. Снега. Больше снега. Шестой. Добавляет текстуру налипшего снега на колеса. Обтаивать они не умеют, фишка исключительно для красоты. Седьмой. Зимняя одежда на игроке. Ну, точнее, на его руках, так как у персонажа тела нет. Восьмой. Зимний солнечный цикл. То есть день становится короче, ночь длиннее, вечер наступает резко. Девятый. Зимний вариант решетки радиатора для гифу. Тут лучше один раз увидеть. Десятый пункт. Сделать озеро замерзшим. В последней версии мод это умеет делать сам. Раньше использовался отдельный мод Frozen Lake. Предпоследний. Возможность жить у бабушки. В доме бабушки теперь можно спать, но об этом позже. И последний. Рождественские элементы дома у игрока. Тут елка, гирлянда и подарки при первом запуске мода или создании новой игры. Внизу две кнопки. Вот это возвращает скребок для стекол в начальную позицию. Очень полезно, если вы его потеряли. А нижний возвращает настройки по умолчанию. Ну, а прежде чем мы продолжим, расскажу вам про новый цифровой магазин. Куки Шоп является одним из лучших и качественных цифровых магазинов. Гигант среди всех магазинов. Дешевый дискорд нитро без слета с гарантией на весь срок. Возможность безопасно донатить в различные игры, например, вебаксы в Фортнайте, по очень низким ценам. И самое сладенькое. Всего за 700 рублей вы сможете создать собственный счет в турецком банке, благодаря которому вы сможете оплачивать дешевый донат в Гугле, Плейстейшене, Иксбоксе и Фортнайте. А главное, что вы сможете оплачивать все сами. После покупки вам обязательно проведут весь инструктаж для завершения регистрации. А еще для самых опытных донатеров в этой системе есть аргентинские счета, где донат еще дешевле. Магазин Куки Шоп, ссылка в описании. Если что, данный магазин мы проверили, и он нормальный. То есть не обманывают, не кидают. Помимо всего перечисленного, мод добавляет на задние колеса трактора цепи, которые весело звенят при езде. Если дядя дома, то к нему можно зайти и полюбоваться на срачевник. Никакого функционала в доме нет, но хотя бы зайти можно. Зато гораздо интереснее сделан дом бабушки. Тут и полноценные три комнаты, и работающий телевизор с холодильником. Две полнофункциональные раковины, кровать, на которой можно спать, и даже ванна, в которой можно поваляться. Кстати, полностью слить воду из ванны не получается. Ну и шторы можно задергивать в свое удовольствие. Еще из интересного тут можно найти портрет дяди и деда Валто. К сожалению, в доме бабушки не работает плита, а главное телефон. Поэтому переночевать тут можно, а вот полноценно жить не получится. Также в гости можно заглянуть и к алкашу, но тут разрабы мода поленились и ничего интересного не добавили, разве что свет можно включить. В городе тоже есть некоторые изменения. В частности, неподалеку от магазина Тейма появилась большая рождественская ель. А если проехать чуть дальше, то мы увидим два ларька. Один из них пустует, а в другом работает постоянно кашляющий чувак, который торгует рыбами. Поскольку озеро замерзло, то рыбов для бабушки придется покупать. На берегу, там где летом был театр, появилась небольшая сауна, которой можно воспользоваться с 8 утра до 8 вечера. Вход бесплатный, какого-то особого смысла это сооружение не имеет, просто способ погреться. Кстати, иногда тут сидит чувак из автобуса. А еще в новый дом алкаша добавлена печка, для аутентичности, так сказать. Других новшеств в городе нет, поэтому отправимся в горы прямо к лыжному спуску. К сожалению, покататься на лыжах нам не дадут. Зато имеется прикольный рабочий подъемник, в котором даже катается одна пожилая пассажирка. Ерунда, конечно, но хоть что-то. В мастерской в флиттере все по-прежнему, кроме списка доступных колес в каталоге. Слики заменены на зимнюю резину, которая меньше скользит и, следовательно, является предпочтительным выбором для колес с ацумом. В доме главного героя из перемен наряженная елка и подарки под ней, про которые я уже говорил в начале. Подарки спаунятся один раз, либо при первом запуске мода, либо после начала новой игры. Давайте распакуем. Алкаш присылает нам 6 пачек сахара, дрожжи и 2 бутылки водки. Бабушка 4 упаковки кофе, родители открыточку, а дядя 5 бутылок сока. Также в посылках от дяди алкаша лежат конверты со случайным количеством денег. Кстати, все подарки теперь остаются после сохранения, они пропадают, как это было раньше. Из других мелочей. Многие персонажи в игре получили зимний вариант одежды, кто-то полноценный вариант, кто-то варежки, а кого-то разрабы решили забить. Помимо озера замерзли все лужи и болота, но вполне работают септики, так что их все еще можно откачивать. Только нужно помнить, что жители домов теперь сидят не снаружи, а стоят возле своих дверей внутри и ждут, когда вы закончите работу. Откачиваем, открываем дверь, забираем деньги. Изменены звуки ходьбы. Теперь под ногами хрустит снег, трещит лед и так далее. Больше не поют птицы, а лишь забывает ветер, что очень хорошо работает на общую атмосферу. Ну и конечно главное, добавлена полоска холода, который растет, когда вы находитесь на улице и не растет в транспорте и помещениях. От холода можно умереть, а чтобы не умереть, греться можно различными способами. Самое простое из которых сохранение. После сохранения полоска сбрасывается в ноль. Также в фургоне и говновозе есть печки, но в Сацуме русской Ферндейли они отсутствуют. Еще можно затопить сауну или посетить ее в городе. Ну и конечно же топить камин, как главный способ обогреть дом. Бочка, к сожалению, не греет, как и гриль. Алкоголь пить бесполезно, мыться под горячей водой тоже. Ну а теперь ответы на основные вопросы. Где найти скребок? Перед заправкой налево по тропинке идем вперед. Тут два ларька. В одном рыбов продают, а в другом ничего. Вот в том, в котором ничего и лежит скребок. Если вы его потеряли, просто нажмите в настройках мода на кнопку респауна, и он снова будет лежать здесь. Для чего второй выключатель в доме? Он включает елку и гирлянду во дворе. Да, это все расходует электричество, хотя и не сильно. Можно ли провалиться под лед на озере? Нет. Хотя разработчики предусмотрели быстрое замерзание персонажа в ледяной воде, но провалиться, очевидно, невозможно. А если поссать на стекло, оно оттает? Нет, мод не настолько реалистичен. Также бесполезно ждать оттаивания льда после прогрева машины. А вот у тебя там вот работает, а у меня вот этого нет, у этого ничего не работает и вообще никак. И вот там вот есть, а здесь нет. Во-первых, посмотри начало гайда по настройкам. Во-вторых, отключи все остальные моды. Если проблема уйдет, то включаешь по одному, пока проблема не появится. Как только проблема опять вернется, ты поймешь, что именно вот этот мод и конфликтует с Винтером. Проверь, последняя ли у тебя версия и скачал ли ты ее на Нексусе. Ну, в конце концов, если не поможет, напиши свою проблему на Нексусе. Писать нужно на английском. Если вы его не знаете, то гугл-переводчик вам в помощь. Вероятность получить там помощь выше, чем на русскоязычных ресурсах. Днем в солнечную погоду, все белое, глаза слепит, а можно ли как-то это изменить? Оказывается, да, я сам мучился. Нужно просто включить HDR в настройках игры. Портится ли еда на улице? Да, портится. Несмотря на то, что кругом зима, продукты все так же прокисают вне холодильника. Если подводить итог, то могу сказать, что это один из самых атмосферных модов. Звуки, текстурки, мелкие детали, все это действительно создает ощущение зимы в сельской местности. По МСК не так уж много крупных модов, и это точно заслуживает вашего внимания. На этом у меня все. С вами был Луар. Подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!